День полиграфии По своему обучению, которое я проходил, я не нашел работы И решил устроиться в этой полиграфии И начинал с транспортного рабочего Дальше я перевелся в этот цех, именно в этот цех, учеником-печатником А дальше только вверх по карьерной лестнице За 20 лет общего стажа на предприятии мужчина Долгое время трудился в статусе печатника-бригадира После стал заместителем начальника производства И вот уже последние 7 лет стоит у руля цеха овсетно-ролевой печати Практически каждый день встречаются новые виды бумаг Новые виды оформления книги И чем сложнее, тем оно и интереснее Потому что ты становишься умнее, больше знаешь И тем самым ты быстрее работаешь Поэтому нельзя обозначить именно какой-то случай Это постоянная-постоянная работа, каждый день Овсетно-ролевой цех отличается своей быстротой и объемом Здесь производят так называемый полуфабрикат Чистые листы бумаги поступают в цех большими рулонами или по-другому ролями Дальнейшая печать производится на сплошном полотне Правда, похвастаться цветовой гаммой нельзя При таком типе печати используется всего лишь 2 или 3 цвета С помощью технологии ролевого офсета Изготавливают газеты, буклеты, листовки, календари, брошюры, плакаты и тетради Этажами выше расположился переплетный цех Основная продукция – книги в твердом переплете Больше 300 человек работает Работа круглосуточная В месяц у нас книг в твердом переплете 2 миллиона 600 тысяч Примерно вот такое количество мы выпускаем каждый месяц этих книг 90 тысяч книг в сутки, детская и художественная литература, научных пособий, учебников Сходят с конвейеров трех производственных линий переплетного цеха Сегодня Ульяновский дом печати – один из лидеров по количеству выпускаемых книг в России Но так было далеко не всегда Руководство с улыбкой вспоминает времена, когда на производстве занимались лишь печатью газеты брошюр А для создания первых книг использовали БУ-оборудование И все это привело к тому, что мы поэтапно, постепенно создали вот такой комбинат Ну, была, знаете, какая серьезная помощь? Была такая серьезная помощь, что нам просто не мешали Это тоже очень, особенно в те времена, это очень большое значение имеет Такая помощь была, что нам не мешали Я был этому очень благодарен И мы создали такое предприятие, внедряя новые технологии, внедряя новые оборудования С каждым годом предприятие увеличивает объемы производства на 10% И совсем скоро, по словам сотрудников, в дом печати поступит новое автоматизированное оборудование Рината Алиулова, Константин Никитин, Новости Ульяновской правды